Готово? На старт. Внимание. Марш! Вперед! Давай, 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 давай! Ужасно! Я впервые в жизни заняла призовое место. Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как прошли мои первые соревнования по биатлону с собакой. Они шли два дня. Это тоже что-то новенькое вдвойне для меня, потому что я никогда еще не участвовала в соревнованиях. Два дня. Присаживаемся поудобнее, берем какие-нибудь печеньки, чаечек и давайте начинать. 24-25 число этого чемпионата всякие, первенство и его 25-го тоже. Это Куба города Железноводска идет. Итак, первый день соревнований. Да, я долго тянуть не буду, сразу начну. Тут особо рассказывать, думаю, и нечего. Мы... Начало было в 9 самих соревнований. Можно было приехать в 6, чтобы помочь с разметкой трассы. С 7 до... Или с 7.30 до 8.00, ну в общем, где-то в таком промежутке времени была пристрелка. Ну и дальше где-то в 8.30, брифинг, регистрация и тому подобное. Доброе утро. До выезда остался час. Ровно. Я до сих пор не ощущаю, что у меня соревнования. Вообще. Прикольно. Яичница. Заварила чай. Наконец-таки я воспользуюсь термосом, потому что я его купила еще на соревнования, что были в декабре, и ни разу им еще не успела воспользоваться. Ну все, пришел твой час. Ну да, у меня снова дофига еще, и что вы мне сделаете? Ну, здесь у меня документы, здесь у меня все. И это автогомаф. Вот. Альфа уже вся на взводе. Думаю, что я без нее сейчас уйду. Гулять? Ой, ой, блядь. Да, Альфа, никто без тебя никуда не уедет. Ты главное звено, главное. Без тебя никуда нельзя поехать. Сегодня. Все, выходим. Выехали мы в 7.30. Нам ехать совсем недолго до старта проведения этих соревнований, потому что, ну, мы очень на этот раз повезло, и мы живем рядом с этим местом. Поэтому очень быстренько мы туда приехали, и я успела попасть на пристрелку. Вообще, я выхожу из машины, никого нет, никого нет. Я иду ходить по трассе, искать всех, нашла, успела попасть на пристрелку. Ну, стоя я попала, по-моему, блин, у меня вот, если честно, сейчас вообще что-то сбилось, короче, понимание, сколько я попала. То ли один раз, то ли три стоя. Вот, я не помню. Что-то у меня сбилось, короче, реально, пристрелка с уже самими соревнованиями у меня что-то перемешалось, и я не помню. Ну, в общем, а лежа ноль. Ну, это первый был мой опыт стрельбы лёжа, поэтому, ну, неудивительно, конечно, что я ноль раз попала. Ну, и всё, и просто мы начали ждать самих моих конкретно стартов. А это было очень нескоро, прям очень-очень-очень. На одному участнику уходило, ну, минимум минут семь. Ну, а вообще, в среднем, что-то около десяти минут. А я была в первый день шестнадцатая, да, в первый день лежала шестнадцатая. И, в общем-то, ждали мы очень-очень долго, где-то, получается, два часа или что-то около того. Очень было скучно у меня сидеть в машине, но во второй день, во второй день у меня не было скучно, об этом потом. Короче, капец. За один час побежало около пяти человек. Я, которая шестнадцать. Спасибо, что не последнее. Блин. Жёсткая, жёсткая. Ещё два часа где-то сидеть в машине. Очень скучно. Чуть-чуть вышла с авточкой. Хотя бы пять минут прогуляться. Ну, короче, конечно, вообще скучно. Очень-очень скучно. А завтра ещё больше надо будет просидеть. Потом я начала разминаться там, когда уже человек четырнадцатый или пятнадцатый был. Я уже начала разминаться потихонечку, надевать амуницию и подходить к старту. На GoPro я, ну, я не знаю почему, но мне что-то не захотелось снимать в первый день. Я её взяла в карман и поснимала вот буквально двадцать восемь секунд. Просто чтобы было. Ну, я не знаю, что-то в первый день не захотелось. Но во второй там есть кадры. И это прекрасно. Вот мы подошли к старту. Отчёт. Мы побежали. Альфа. Ну, что вообще по Альфе? Альфа бежала нормально. Ну, блин, я не знаю, тренировок по канику групповых не было. Может быть, недели две или три. Поэтому это, конечно, печально. Альфа, видать, уже забыла, что такое бежать. Ну, как бы я с ней тренируюсь, но... Лучше бы была бы групповая, конечно. Тренировка на Альфу это лучше влияет. Ну, она бежала более-менее впереди. Первый круг. Это хорошо. Это реально хорошо. Мне понравилось. Она мне не тянула. Но... Бежала хотя бы впереди. По мне. Ну, в принципе, я там чуть не сдохла. Но, в принципе, все нормально. Бежала как могла. Я с собой довольна, потому что могло было быть хуже. Я заболела за сколько там? За неделю две с половиной, наверное, до соревнований. Или чуть больше. Ну, в общем, неделю я не бегала. Когда оставалась неделя до соревнований, я бегала, ну, прям очень-очень мало. Короче, что-то я забросила бегать, как только я заболела. А до заболевания я бегала прям нормально так. Но что-то потом пошло не так. В общем, поэтому я с собой довольна. То, что я побежала для себя вот довольно-таки реально хорошо. Учитывая то, что я вот так вот перестала бегать. Ну, и что, мы прибегаем. Мы прибегаем. Да что это? Мы прибегаем с Альфой на первой... Ой, девочка, сила. Она не хочет без меня гулять. Мы прибегаем на первую стрельбу. Это стойка. Там я попала как раз-таки то ли один, то ли три раза. Потому что у меня вот этот вот моментик с пристрелкой и первым днём соревнований перемешался. Но, как бы, в чём прикол? Самая первая пуля отказывалась вылетать. Я не шару, с чем это связано. Но она просто не вылетала. То есть я отстреляла все четыре последующие пули. А первая... То есть я смотрю, она какого-то фига стоит себе на месте. Ну, в общем-то, потом оружие перезаряжалось ещё три раза. Получается, в целом на четвёртый раз. Она, наконец-таки, выстрелила. Ну, блин, сколько же времени реально было просрано. Наверное, полторы минуты или даже две минуты. Ужасно. Это было просто ужасно. Я просто такая... Да. Хорошо. Спасибо. Альфе я давала команду стоять. В общем, я вообще не знала сначала, как она отреагирует на выстрелы. Поэтому я поехала... Она боится петард всяких, громких звуков. Поэтому удалось поехать к моему отцу. У него есть винтовка. Я постреляла несколько раз. У меня, кстати, есть видео на канале. Можете посмотреть. Я несколько раз постреляла. Дала Альфе понять, что это не страшно. И на удивление реакция была очень хорошая. Но когда я говорила команду сидеть, она с неё вставала после выстрела. Поэтому на соревнованиях я приняла решение говорить ей команду стоять. Но она не стояла. Она ходила. Ну ничего. Я учту этот момент. И я уже начала работать над этим. Работать над послушкой. И в следующий раз я буду ей говорить всё-таки команду сидеть. Чтобы она точно никуда не ходила. Я уже начала над этим работать. Думаю, в следующий раз всё будет гораздо лучше. Ну и что, мы побежали. На второй круг. На второй круг она бежать не хотела. Ну то есть, она думала то, что... Это же для неё тоже впервые бежать. Два круга мы... Ну как бы на соревнованиях мы никогда не бегали. Вот так вот сразу два круга. И для неё это была тоже новинка. И она не понимала, типа, какого чёрта мы бежим? Мы продолжаем бежать, когда вот финиш, вот люди стоят, нас ждут. Почему мы, блин, должны ещё раз бежать? И поэтому она начала на меня прыгать. Она начала идти сзади. Вот с этой вот припадочной улыбочкой. Типа, что происходит-то? Ну и через секунд 30 она наконец-таки включилась и побежала. Ну плюс-минус впереди. Уже не так хорошо, как на первом круге, к сожалению. Но... Ну хоть что-то. Добегаем до... Огневого рубежа. Лёшка. Там я попала вроде бы как два раза. На удивление. Потому что на присылки я вообще ни разу не попала. Да-да, я точно попала два раза лёжа. Я удивилась. Я очень сильно удивилась. Я такая... Что? Прикольно. Ну и всё. Добежали мы, собственно, до конца. Вот сейчас тут будет вставлено видео с моими эмоциями, когда мы... Уже два огневого рубежа было пройдено. И там до финиша какое-то расстояние оставалось. Вот. Я чуть-чуть... Чуть-чуть поснимала своих угарных эмоций. Пошла. Ужасно. Ну, лёжа, наверное, раз, получилось аж две, по-моему. Да уж. Альфа, давай! Финиш! Домой! Финиш! Короче, я чуть-чуть не сдохла. Сейчас умру. Ну, как бы, побегу было очень тяжело, но я старалась. Я старалась. Ну всё, мы прибегаем. После первого дня соревнований можно сразу поехать домой. И... И всё. Поэтому мы сразу поехали домой. Потому что, а что нам ещё делать? Нам никого ждать не надо было. Это было ужасно. Это было ужасно. Ну, что поделаешь. На второй день мы решили приехать примерно к моему времени старта. На этот раз я уже бежала в семнадцатый. Ну, хорошо, что не последний. Не в последних каких-то таких числах. Ну, в принципе, нормальная такая серединочка. Плюс-минус. Нормально. Мы, получается, выехали в девять пятьдесят. В девять сорок. Где-то примерно так. Я боялась опоздать. Но по итогу можно было бы приехать чуть позже. Выехать в десять-десять, например. Да даже позже. На этот раз мне не было скучно. Со мной ходили девочки, гуляли, болтали. Прям очень-очень классно было. С Альфочкой мы там тоже ходили чуть-чуть гуляли. Так, в основном, она сидела в машине. Да. Иди гуляй, блин. Чего ты около меня сидишь? Альфи. Альфус. Альфи. Ну, чтобы она просто не скучала, сейчас побежал недавно. Вроде бы двенадцатый человек, если я не ошибаюсь, но, возможно, сейчас уже тринадцатый или даже четырнадцатый. Короче, ну, еще, наверное, минут двадцать, может быть, или полчаса, и моего чего-то будет. Красивенько здесь, конечно, да. Ну, и тоже, когда примерно пятнадцатый участник вышел на старт, я тоже начала разминаться, надевать амуницию на альфу и все такое-то такое. Ну, и давайте посмотрим видео с гоупрошечки, как мы пробежали. На старт, внимание, марш! Вперед! Вперед! Альфа, давай, давай, давай! Молодец! Молодец! Вперед! Альфа, давай! Давай! Стопи! Сколько от... Сколько от... Сколько от... Сколько от... Давай! Молодец! Субтитры сделал DimaTorzok Стоять! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Тащим сеточку. Мы просто пошли погулять, но тащим теперь сеточку. Еще мы там гуляли, например, с чужими собачками. Это, если не ошибаюсь, эстонские гонщики. Вот, поэтому, ну, в общем, было чем заняться, более-менее. Не было так скучно, как мне было в первый день. Прогуляем сейчас вас. Согреемся, а то стоять и это самое. Ну, вообще, конечно, классно. Мне очень, мне очень нравится атмосфера соревнований. Что-то ходишь, везде собачки, люди такие все шарят. Атмосфера, вайп. Классно, классно там находиться целых два дня. Вообще, замечательно. Альфочка меня там в машине явно заждалась. Ждали мы, в принципе, ждали награждения часа полтора, наверное. В общем, нормально так, нормально. Вот, наконец-таки, награждение, долгожданное награждение. Альфа у меня сидела в машине в это время. Ну, я думаю, не страшно. То, что я ее не взяла, меньше померзнет. Награждение началось с Кубка города Железноводска, с женщин и потом же и мужчин. И, короче, там была подводка почти каждому участнику. Вот, что было у меня примерно. Блин, жалко я это не снимала, блин, жалко я это не снимала. На GoPro-шечку для... на память как бы. Там было что-то примерно. Вот, девочка, умничка, очень хочет заниматься и здоровым спортом, что-то, что-то там. Я такая стою, думаю, блин, вдруг это про меня. И потом говорится, слава демпали. Блин, я была в таком шоке. Я просто вот так вот стою такая. У меня еще капюшон был надет. Я просто иду такая. Снимаю медленно капюшон. Не понимаю вообще, что происходит. Я вообще сплю или что. Я подхожу, мне дают грамоту. Я в шоке. Я в полном шоке. Потом я стою на этот предестал третьего места. Я заняла третье место в этом кубке города Жизненоводска. Мне надевают награду. Вообще в шоке. Я в полном шоке. Я впервые в жизни заняла призовое место. Впервые в жизни. Это столько эмоций. Это просто, ну, это незабываемо. Я, реально, я в таком шоке полном была. Это просто... Это шок. Это шок. Мы всегда рады вашей семье. Не менее, вы сегодня порадовали нас своими результатами. Итак, третье место. В открытом чемпионате города Жизненоводска занимает Анастасия Денис. Поздравляю. Поздравляю. Так, второе место. Капец. Не могу. Я, 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 я в шоке. Да, третье место у меня мужики. Чего, блин. Я в шоке. Я, короче, там говорят, что вот я девочка такая умничка. Вот, который очень хочется участвовать. Я такая, блин, неужели бы меня... А потом у меня глаза попри копеек. Честно, я думала, что я ничего не займу. То есть, знаете, там куча всяких медалек. И я такая, блин, так много медалек, наверное, ни одна из них не достанется мне. Потом я такая, блин, ну может быть, может мне всё-таки повезёт. И повезло. Я не знаю, что, что говорить, что думать. Просто я так, можно сказать, фигово отстрелялась. По бегу ещё, ну более-менее, как бы, вроде бы хороший результат, как я считаю, для меня. Но по стыбе это был ужас. Я думала, то, что, ну, третьего места медочью не видать. Вот бы хотя бы в топ-5 попасть, не знаю. По результатам, там, по каким-нибудь ударам. А тут у меня третье место. Это был очень счастливый день. И знаете, в чём самый кайф? Мои слова в начале 24-го года, я под Новый год сказала себе. Моя цель — встать на призовое место в 24-м году. Это мои первые соревнования в 24-м году. И на них я встала. Шок. Реально, вот как только задумываешься просто об этой мысли, это в такой шок тебя приводит. В такой мандраж прям, то, что... То, что ты сказал себе, ты это выполнил, так ещё и вдобавок в начале года. Я в шоке. Я думала, хоть бы под конец 24-го года встать. А тут первые соревнования, я на них встала. Я реально в шоке. Я в полном шоке. Я не заняла соревнования краевые там, да, чемпионаты, первенства. Но я буду стараться. Я буду стараться, чтобы тоже и на них получать медали. Но то, что я, блин, заняла третье место на этих соревнованиях, это просто... Это просто шикарно. У меня столько эмоций было. Я... Мне кажется, что я до сих пор, если честно, в шоке. И не могу в это поверить. Я реально, я безумно рада. Я безумно счастлива. И, конечно, классно то, что у некоторых ребят было по 4 медали за вот все вот эти вот соревнования. Машины. Машины. Я буду стремиться, стремиться буду к этому же уровню. Ну, все, как только награждение закончилось, мы, в принципе, поехали домой. Вот сейчас будут видео тоже чуть-чуть с моими эмоциями. Что вообще было в призовом пакетике. Кто молодец? Я молодец. Моя медаль, потому что ты меня даже не тянула. Черт. Альфа, что за глазки такие невинные? Что за глазки такие? Альфа. Кто молодец? Молодец, я думаю, молодец. Я думаю, молодец, в машине долго сидела. Долго сидела? Долго сидела. Я в шоке. Блин, фокуса на глупашке, конечно, нету. Что-то как-то... Так, сразу смотрим. Это спонсор. Ай, стой. Альфа, стой. Не надо мою медальку молочить по полу. То есть что? С медальками не поступают. Сейчас, сейчас дам. Ой, классно как. Посмотрите, сколько еды для собаки. Сколько еды для... Сейчас я тебе вкусняш... Ой, 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 не так. И чуть-чуть вот таких вот вкусняшек для человека. Это просто прекрасно. Сейчас. Два, стой. Ой, какая вкусняшка. Ой, вкусно, как альфичка, да? Давай фоточки поделаем с тобой, да, наверное, какие-то? Вот так вот лапками держи. Альфа, на меня! Ой, 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 что это такое? Ой, 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 тихо, тихо, не порежься. Тихо, 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 ждать. Стой, стой, стой. Ой, тебе Джорис, ты голодная. Альфа съела с удовольствием половинку той баночки. Да, я умудрилась порезаться об неё, но зато она не порезалась. Вот, осталось ещё вот такое. Конфетки мне. Ну и всё. Ну и лакомство, да. У меня уже такая штучка есть в моих самых первых соревнованиях. Это мои четвёртые, я на четвёртых соревнованиях смогла... Смогла себе третье место добыть. Красота. Да, но и там больше нету ничего. Альвачка, ты ещё вкусняшки хочешь? Вкусняшки? Альфа, вкусняшку. Вкусняшку будешь? Фух, ну всё. Сейчас меня ждёт стирка, уборка, своих вещей. Потом я смогу наконец-таки отдохнуть, поесть. Ну я, конечно, у меня море эмоций. Чёрт. Впервые в жизни заняла какое-то место. Я в шоке, я реально в шоке. Ура, жду недалёких людей, которые напишут то, что собаки, выпив человеческую кровь, лизнув её, будут кривожадными тварями. Жду, 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 жду. Смотрите, смотрите, кровь лежит. Всё. Прощаюсь с каналом. Меня сегодня сожрёт вот эта милая собака. Всё, видите, она меня уже начинает есть. На этом всё. Вот так вот прошли мои первые соревнования по биатлону с собакой. Можете поздравить в комментариях. Мне будет очень приятно. Поставить лайк. Подписаться на канал, на телеграм, инстаграм. И всем до скорых встреч. Всем пока. Встречаем победителей. Молодец. Вот мы подошли.